Ученые установили, как использование гаджетов в ночное время влияет на успеваемость в школе. В Германии было проведено исследование, в котором приняли участие более тысячи детей и их родителей. Выяснилось, что дети, которые не пользовались смартфоном перед сном, показывали более высокую внимательность на уроках. А те дети, которые, наоборот, пользовались смартфоном перед сном, они показывали более высокую успеваемость. Получается, что родители все наше детство нас обманывали и хотели, чтобы мы выросли невнимательными. Получилось. Ученые установили. Допоздна пользовались гаджетами, были в школе наиболее успешными. В сингапурском кафе разработали специальное новогоднее меню для подкаблучников, то есть для парочек, и для одиночек. Так молодые люди могут попробовать. Куриные крылышки. Ну, я не знаю. Лапшу. Давай выберешь ты, а? Ну, и десерт. Что-нибудь такое же. Интересно, а как подобное новогоднее меню выглядело бы в России? Консервированные огурчики. Сама открой. Заливная рыба. Ладно, я это проглочу. И, пожалуй, последний в жизни холодец. Завтра в спортзал. Астронавты НАСА потеряли в открытом космосе сумку с инструментами. Отмечается, что за пределы МКС ее взяли с собой женщины-астронавты для того, чтобы осуществить ремонт. Но потеряли эту сумку. В НАСА отметили, что это был первый выход женщин-астронавтов в открытый космос. Позже специалисты признались, что сумку все-таки обнаружили на орбите МКС, и сделали это космонавты-мужчины. В сумке обнаружилось губная помада, зеркальце, расческа, карандаш для глаз, черная дыра, куда все это пропадает, ну и какая-то темная материя. Это были Союз Гуд Ньюз. Слушайте и смотрите хорошие новости. Ведь новости-то хорошие. Хорошие.